Всем привет, меня зовут Ира, сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что мы обсудим четвертый выпуск Супер Топ Модель по-украински. Прежде чем мы начнем, как всегда, напоминаю, что лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать мои обзоры, если вам они нравятся, то это подписаться на канал, конечно же, ведь мы идем к 200 тысячам подписчиков, и поставить лайк, который вы всегда можете отжать, но если вы поставите вначале, то вы точно не забудете, и мне будет очень приятно. Выпуск был определенно лучше предыдущего, так что сразу переходим к его обсуждению. Выпуск начался с того, что нам все-таки показали те самые видео, где девочки изображали землю, которые мы уже не надеялись, в общем-то, увидеть, и которые должны были быть в прошлом выпуске, не так ли, на выгоне? Ведь, по идее, это была работа недели, которые должны были оценивать полностью на выгоне, не так ли? Конечно, работа в отрыве от красивой наложенной музыки, крутого монтажа и вот этих вот гринскрина, которые они заменили на картинки, выглядела не так круто, как когда все это добавили, и, в общем, мне очень странно, что видео показали в начале этого выпуска, а не когда они были уже готовы на выгоне, и по ним их должны были бы оценивать, это было бы логично. Видео получилось прикольнее, как я поняла, это будет социальный ролик, наверное, или что-то в таком духе, который будет где-нибудь крутиться. Бог его знает, абсолютно ничего не понятно, поэтому ролик вот такой, я ожидала чего-то хуже, получилось, в принципе, симпатично и интересно. А то мы все в комментариях уже решили, что у них вообще видео не получилось, потому что они сделали зеленые элементы на одежде. Очень сложно гринскрин заменить на нужную картинку, потому что, очевидно, будет заменяться и зеленый фон на одежде тоже. Все это надо только вручную, как я понимаю, покадрово изменять. Но, видимо, все-таки это сделали, потому что видос как бы получился. Но хоть видосы прикольные, как бы смысл вообще его был показывать уже в следующем выпуске. Почему это видео, где его будут показывать, почему вы не тогда его показали? Ладно, chill, chill. Просто пойдем дальше, сделая вид, что мы этого всего не видели. После просмотра этого итогового ролика к девочкам пришел муж Нади Дорофеевой из группы «Время и стекло» солистки. И напишите, пожалуйста, в комментарии, чем он занимается, потому что, как вы понимаете, я его знаю только в роли мужа Нади Дорофеевой. Больше я о нем не знаю абсолютно ничего. Он пришел вместе с Никитиком и началось какое-то трэш-шоу. Ответит ли модель на сложный этический вопрос? Или вместо этого лучше съест сырую, протухшую, несъедобную еду? Узнаем в следующем выпуске. Прекраснейшее заполнение эфирного времени, очень интересно, нет? Ну, не знаю, мне этот блог вообще не понравился. Вот эти вот сложные вопросы, как ты относишься к участнице. Вы поняли суть, что либо модель отвечает на сложный вопрос, который может задеть какую-нибудь участницу, или как-то там плохо повлиять на отношения с другими, либо она ест какую-то гадость. Думаю, что это прошло довольно лайтово, никто ни с кем не поссорился. Вопросы были не такие уж и, если честно, жесткие. Для меня это вот реально просто филеры для эфирного времени, который ни на что не повлиял. Еще и заставили девочек жрать всякую дрянь. Вопросы были в духе, кто из девочек самая раздражающая, а высокомерные линейки тючки, а кто самая большая огрызнуля. Всех 11 участниц, у нас в хорде 11, меня зацепила только Арина, опять, кстати, потому что ее спросили, кто был лучше на показе, где они были вместе с Аллой, она или Алла. И она говорит, я была лучше. Я думаю, ё-моё, урыла, закопала. Такая уверенность в себе, знаете, не неприятная и отталкивающая, а наоборот притягивающая. Понимаю, что человек ценит свои усилия, ценит свой труд. Она себя не занижает, считает действительно достойной. И мне кажется, это очень круто. И вообще такой уверенности в себе не хватает очень-очень многим людям. Многие ругают Арину в комментариях, и не только за то, что она очень высокомерная, очень надменная и так далее. Но, как бы, несмотря на то, что вот здесь, например, мы увидели непрошибаемую уверенность в себе, в следующем испытании она сразу же никнет. Почему мы сейчас это увидим? Ну, просто я подумала, чёрт, как это получается. В этом испытании с протухшей едой ты такая впечатляющая, уверенная в себе. И уже через одно испытание, ну, не то, что грустно смотреть, это и не та непоколебимая уверенность, которая была. Так, наше первое испытание — это фотосессия для какого-то бренда. Если честно, я на слух просто не разобрала, как он называется. Но результат этой фотосессии — невероятные кадры. Вот действительно, это, наверное, самая красивая, самая интересная фотосессия за все сезоны топ-модели по-украински. Вот честно, я так считаю. Потому что, ну, мы сейчас всё это посмотрим, оценим, увидим. Но действительно, это было, пожалуй, самое интересное за долгие-долгие годы в рассмотре мной этого шоу. Напишите, как вам эта фотосессия, считаете ли вы её действительно одной из самых лучших? Если нет, то напишите, какая фотосессия по-вашему лучше этой. Мне просто реально интересно. Может, я уже забыла какие-то. Но пока мне кажется, вот это — это новый уровень. Просто планка, которую очень высоко подняли. Атмосфера, образы, эмоции, всё очень-очень круто. Смотреть было завораживающе. Не только на результат смотреть приятно, но и за процессом следить тоже всё это было весело, интересно. И, в общем, давайте скорее смотреть фотографии. Основной сложностью была необходимость выставить позу так, чтобы можно было поставить бокал, в который будет наливаться жидкость на подошву туфли. То есть, вы понимаете, при любом раскладе нога должна быть вывернута так, чтобы подошва была вверх-вверх, в общем-то. Это усложнение, которое заранее определяет очень высокую планку эффектности кадров. Девочки работали в парах. Одна стоит в этой сложной позе, вторая, в общем-то, наливает шампанское в бокал. Получается, что у каждой пары у нас есть по два кадра. Также у нас было условие, что если бокал во время съёмки разбивается, то попытка девочки, на чьей подошве стоял бокал, исчерпана. Что мне очень понравилось, что когда девочки зашли, Алла в это время позировала и показывала пример, как где, правильно, в топ-модель по-американски. Было то же самое всегда, когда участницы заходили на съёмочную площадку. Тайра в это время позировала так, как они должны были потом тоже делать. Поэтому просто пламенный привет модель по-американски. Наконец! В том случае не камень в огород ТМПУ. Они должны повторять этот модель по-американски. И, наконец-то, они об этом вспомнили. Первыми были Таня и Марго, так как Таня переживала, что если Марго будет долго ждать свою очередь, у неё может опять случиться баническая атака. И в итоге Таня останется без кадра. Она и так почти без него осталась, но по другой причине. Когда они вышли, первая начала позировать с бокалом Таня. Соответственно, Марго наливала шампанского в её бокал. И до того, как фотограф успел сделать хотя бы один щёлк, бокал упал и разбился. И Таня сразу же, моментально, вот первая вышла, первая вот она позирует, осталась без кадра. Мне стало так обидно за Таню, потому что она действительно начала включаться в работу. И как только это произошло, она сразу же осталась без кадра. К счастью, ей сказали, что если у кого-то из девочек останется целый бокал, то тебе потом можно его будет отдать и снова попробовать. В общем, так и получилось. И в итоге у Тани кадр. Давайте посмотрим на эти невероятные красоты кадры. Первым покажу вам Марго и Таню, так как всё-таки у Тани кадр был получен в самом конце фотосессии. Сразу скажу, что наша задача с вами, как супер зрителей и супер экспертов в топ-модель по-украински, оценить атмосферу вечеринки, которая должна быть максимально передана. При этом бокал должен стоять на подошве. И обе девочки должны выглядеть хорошо. Я не понимаю, почему-то в топ-модель по-украински есть такая тема, что они выбирают два кадра, на котором каждый из участников отдельно выглядит хорошо, а второй может выглядеть не очень. Но суть парных фотосессий в том, что все участники этой фотосессии должны выглядеть хорошо, а не только один. Здесь, конечно, другая ситуация. Тут должна была быть фотография у каждой девочки, чтобы бокал стоял на подошве. Поэтому здесь у нас по два кадра. Но я говорю в целом, что топ-модель по-украински страдает этим. Мне, честно, нравится очень Таня здесь. Она сразу же берет на себя все внимание. То есть она в центре кадра, ее лицо в центре кадра. Она потрясающе выдает веселую эмоцию. Красиво очень стоит. То есть вот ее нога, просто восторг. Не хватило, знаете, чтобы еще чуть-чуть она вытянулась на этой ноге, чтобы она стала еще длиннее, и тогда это было бы еще эффектнее. Но так тоже хорошо. Первое, на что я здесь смотрю, это на Таню. И только затем на Марго. Мне кажется, что здесь как раз доминировать должна та девочка, на чьей подошве стоит бокал, а не та, которая ассистирует ей в этот момент. Мне не нравится, как Марго положила голову, как будто она пыталась втянуть ее в плечи. Вот как, ну видно, я понимаю, что это очень тяжело. Мне все это понятно. Я представляю, как сложно удерживать баланс бокала, который еще чем-то наполнен на подошве. Это не обсуждается. Но как бы мы говорим, да, про суперсезон, где по идее модель должна все равно заработать на максимум. И как бы я не должна думать о том, что ей было тяжело. Но здесь я вижу, что Марго было тяжело. И очень сильно. То есть по ее лицу видно, что ей некомфортна поза, ей некомфортно все, что происходит. Хорошо она хотя бы не держится, не прям вцепилась в стол, и рука довольно расслабленно стоит. И вот она эту клубничку держит. Но вот знаете, если бы она не смотрела в кадр, а вот пыталась там съесть эту клубничку, и то было бы больше атмосферы, чем здесь. Но мне очень нравится, как Марго ноги сделала. То есть не просто согнула вторую, а вот еще сделала внахлест на левую ногу, на которой стоит бокал. И поэтому фотография, в принципе, хорошая, но будут лучше и гораздо лучше. И опять же скажу, что Марго, мне кажется, здесь совсем не выразительный, к сожалению. Посмотрим фотографию Тани и Марго, где, в общем-то, как раз на подошве Тани стоял бокал. Это было по самом конце, и у нее была одна попытка сделать этот кадр. То есть это вот один щелк, который был. Я считаю, что это просто лучшее, что выдала Таня за все время. То есть, возможно, эта фотография даже перебивает для меня все фотосессии из ее сезона самого первого. Таня пошла тупо ва-банк. Она рискнула, и у нее уже не было выбора. То есть либо все, либо ничего. И она выиграла эту ставку. Поза нереально крутая. Ее эмоция потрясающая. Мне вот безумно нравится, как она додумалась до этой позы. Ну, по-моему, это очень круто. Это драйвово, это интересно. Это не просто ножки вверх, да. Это как бы еще и такая полберезка, там вот это все. Мне нравится, что шампанское льется и мимо бокала, что бокал уже начал падать. Мне все это безумно нравится. Я реально считаю, что это один из лучших кадров, но именно для Тани. Марго закрыла рот, и поэтому ее лицо сразу же можно вычеркивать просто в этой фотографии. Так как если ты закрываешь часть лица, да, не какой-нибудь одежды, когда это портретная съемка, а на общем кадре, все, ты в этом кадре больше, считай, не присутствуешь. То есть я вижу прекрасные ноги Марго, как она великолепно встала вот на стул и на стол, и как у нее сильно все это выглядит, это круто. А дальше все. То есть как будто это какой-то манекен стоит, кто-то не живой, потому что половину лица она закрыла. Я понимаю, там было просто, это все было в долях секунды. Ребят, я не оспариваю это. Но это супер сезон. Уже ждут от девочек уровня профессионального. Я понимаю, что у Марго этого уровня пока нет. Я от нее этого не требую, но тогда этот сезон и не для нее как бы. Но как мне нравится Таня, вот реально начала раскрываться. Я, кажется, начинаю понимать комментарии, которые писали мне в больших количествах о том, что Таня потенциальная победительница, потому что она будет такая серая мышка вначале, затем начнет раскрываться и к концу будет выдавать безумно клевые кадры. И вот, по-моему, уже началось то самое раскрытие, так как мы дошли до середины сезона, в котором всего 9 выпусков. Плюс такая история, что вот она не успела сразу сделать кадр, смогла только потом. Ну, то есть, уже что-то там ей добавляют, как-то начинают ее делать ярче и заметнее в шоу. И это очень сильно начало ощущаться. Ира Ротер и Саша Литвин. Я говорю первое имя той девочке, на чьей подошве, в общем-то, стоял бокал. Мне очень нравится Саша, потому что она в драйве, она такая яркая, она такая веселая, ей реально по кайфу вот сниматься в этой съемке. И Саша здесь очень хорошо помогает Ире. Но Ира немножечко проигрывает. Во-первых, у нее такая же поза, как была у Марго. Во-вторых, лицо тоже грустное. То есть, это не веселье, это не что-то такое отрывное и драйвовое. Это тоже вот позирование, не про вечеринку. Я понимаю, что Ира старалась, она очень наверняка нервничала, чтобы не выронить этот бокал, чтобы все получилось. И просто это видно на ее лице. То есть, видно, что она чувствует себя неуверенной и пытается выдать уже хоть что-то, а не то, что от нее требуется. Она выглядит замечательно, и мне нравится этот кадр, и в нем есть эмоции. Но большей части из-за Саши, а не из-за Иры. Причем мне очень нравится, как все ноги Иры в этих блестках. Очень классно. Кадр Саши и Иры. Посмотрите, насколько здесь все внимание у нас опять на Саше. То есть, это то же самое, что было в фотосессии Тани и Марго. Там тоже на всех кадрах внимание на Тани. Здесь же все внимание на Саше, потому что Саша, очевидно, и свое тело понимает лучше, и как выглядеть понимает лучше. Поэтому она и работает тоже лучше. И хотя Ира старается, вот здесь опять она себе половину лица закрыла, как и Марго на предыдущем кадре. Ну то есть, она думала о том, как вот ей раскидать шампанское, а не о том, как она будет выглядеть, пока она раскидывает это шампанское. И опять же, это влияет на результат итоговый. Но Саша, богиня великолепная, опять, я не знаю, мне кажется, Саша может просто дышать, и я буду в восторге. Потому что мне нравится необычность ее поза, мне нравится, что она выдает эмоцию при этом веселья, мне нравится, как стоит бокал у нее на ноге, просто ровная линия, все просто потрясающе, и Саша огромная умница. Но пока Таня для меня интереснее, хотя это тоже очень-очень высокая планка. Ира и Вика, наши две зажигалочки, и я уверена, что вот так, как Вика описала их вечеринки безумные, так это и проходит, потому что у них обеих такой типаж взрывных, крутых девчонок, знаете, как бы как было бы исчезнувшие те самые cool girls. Мне очень нравятся кадры, потому что очень забавно, как Ира держит платье, и как будто она кричит от того, что у меня поднялось платье, в веселом смысле, то есть ей смешно, что у нее задралось платье, и она его удерживает, как будто она в шоке. Поэтому мне нравится вот эта вот такая легкая история, которую я сама придумала, но в принципе здесь очень это подходит. Мне нравится, что Вика пьет из бутылки, как бы тоже в кадре, сразу привлекает внимание, хотя тоже, знаете, казалось бы, лицо целиком не видно, но тем не менее она как бы все равно привлекает тем, что она пьет из бутылки, а не просто перекрыла себе рукой лицо. Поэтому Вика здесь тоже есть, и особенно, особенно, я подчеркну, мне нравится, как на Вике показано платье, то есть хорошо видно звезду, прекрасно видно эту бахрому. По-моему, это очень круто, что все видно. По-моему, очень круто, как Вика показала платье, хотя это и не было целью. Вика и Ира. И вот это уже, знаете, странно, просто странно немножко. И вот здесь уже этот кадр мне не нравится. Во-первых, Вика ушла в ту же позу, которая у нее была на предыдущей неделе с полотнами. Очень похоже. Во-вторых, лицо суперстранное, такая уже, знаете, ну гиперпьяная тигрица, когда уже все боятся, что она к тебе подойдет на тусовки. И уже все начинают от нее как бы немножко отходить. Ира немножко недопозировала, но я вижу по ее лицу, что она смотрит на бокал, и она думает о том, как бы шампанское попало в бокал, и поэтому у нее уже не было времени думать, как она выглядит сама. Поэтому этот кадр довольно слабый, потому что он как будто недоделанный. Вот здесь все не очень. Вика и Ира как-то недоработали, и кадры предыдущие гораздо лучше, но там они обе хорошо смотрятся. Но в итоге как бы у Вики, на мой взгляд, получилось не очень в этот раз. Я думаю, что это первый и последний, если честно, когда ее кадр не самый потрясающий, какой мог быть. Амина и София. Блин, это очень-очень круто. У Амина такая вот ломаная, крутая поза. Напоминает позу на полотнах. Я думаю, что Амина о ней вспомнила, и в общем-то поэтому выдала такой крутой результат. Но здесь она его доработала. То есть уже как раз ноги сочетаются круто с лицом, все очень здорово. Эмоции яркие есть и у Софии, и у Амины. И здесь, кстати, София идеально вписывается в кадр. Она не отнимает все внимание от Амины. Амина как бы на первом плане мы на нее сначала смотрим, потом на Софии. Но София великолепно дополняет кадр и прекрасно ассистирует Амине. Это реально вот очень хорошая командная работа. Как мне нравится платье Софии здесь. Это просто восторг. Вот потрясающе красивое платье. Я очень хочу себе такое же. Амина умница, просто вот все-таки постаралась. Ее же зовут флегматичный, спокойный. Пожалуйста, какую-то яркую эмоцию. Амина нам показала, что она и такое умолен. София и Амина. Мне тоже нравится. Ярко и здорово. Мне кажется, что когда ты вот так кричишь, то лучше голову поднимать, либо шею вытягивать. Потому что как только ты вот так наклоняешься, это уже немножко страшно, а не про драйв и эмоции яркой тусовки. Тем не менее, здорово, как у нее бокал на ноге, и как Амина там просто выходит в отрыв. Опять же, на первом плане Софии мы смотрим на нее. Потом уже на Амину. Но Амина великолепно наполняет кадр. Шевочки очень хорошо сработались. И в итоге мы получили очень классный результат. Вот не хватило только Софии, чтобы было видно шею. Потому что и спина круглая, и вот еще объемная рука в плечах. Лицо растет из этого полукруга, который получился спиной и рукавом. Но Амина и София просто умницы. Прекрасно все получилось. Так что идем дальше. Твин и Даша. Здесь, конечно, интересно то, что бокал стоит не на подошве, а на самих туфлях. Но у Саши очень компактная поза получилась. И из-за этого ее практически вообще в кадре ты не видишь. То есть, да, я вижу ноги, я вижу туфли, я вижу Дашу. Но Саша просто очень жестко слилась с фоном. Из-за того, что в принципе поза компактная. Такого размаха, как было у других девочек, когда со стола там опираешься на пол. Из-за этого Саша просто для меня лично с кадра исчезла. Мне, конечно, очень интересно, что она держит в руке. И почему она так завороженно на это смотрит и кричит при этом. Но для Саши этот кадр, по-моему, неудачный. Потому что она, во-первых, исчезла с него. Во-вторых, это в принципе слабее, чем было у других. То есть, когда у других были совсем уж жесткие, интересные, ломанные позы. У Саши это довольно просто, как будто, знаете, она на вечеринке решила покачать пресс. То есть, я не чувствую вечеринки. Вечеринку на этом кадре дает Даша, которая держит шампанское на плече. И с которого льется мимо бокала, но это уже не важно. Она похожа на статую, которую обычно вставляют в фонтаны. Такой какой-нибудь мужик, стоящий на одном колене. У него горшок здесь, и из него льется вода. Вот что я вспомнила, глядя на этот кадр. Даша и Саша. И Саша опять сливается с фоном. Вот очень неудачная эта кофта, которая один в один, по-моему, из материала, который у них на фоне. Да, она пьет из шампанского, и, кстати, как Вика. Но вот размаха не хватает, чтобы рука была выше, чтобы шампанское прям хлестало в лицо. Пила воду, и вода текла по подбородку, и на сиськи. Очень уж близко, потому что Вика, например, она прямо к горлушку приложилась, поэтому это органично. А здесь, если уж ты отводишь, чтобы тебе лилось шампанское в рот, это должно быть выше, это должно быть грандиознее. Даша вроде центр кадра, вроде на ней особое внимание, но я не вижу в нем вообще никакой яркости. Вроде открытый рот, вроде эмоции вечеринки. Но, знаете, вот ощущение, что это две девчонки, когда уже вечеринка закончилась, а они уже немножко в умате, и они пытаются всех расшевелить, а никто уже не хочет. И все там уже половину ушли на роду. Вот как бы такое ощущение от этого кадра. А должно быть просто самый разгар. И самый разгар был у Вики с Ирой, например. Ну, я, ну, честно, вот он для меня очень влек. У Даши какая-то недожатая поза, спина вроде не прямая, вроде не слишком прогнулась, что-то между. И вот это вот между, оно не дает в итоге цельности. Вот это между, оно и дает ощущение общее между. Что это кадр между хорошим и хорошим. Что это не самое лучшее, что было. Ну, последняя пара это Арина и кто? И кто? И кто? И Алла. Конечно же, ведь их 11, и у них у всех была пара. Поэтому с Ариной позировала Алла. Топ-модель по-американски, например, фотосессия с ведущей, с Тайрой, это было наградой, когда ты победил в шоу. То есть в конце тебя фотографировали вместе с Тайрой, у вас была совместная фотосессия. По-моему, финалист второй тоже не фоткал, столько победителей. Понимаю, что они хотели приземлить Аллу этим, что она до этого все-таки была такая холодная, недоступная. А если она такая простая, я с вами фоткаюсь. Но все-таки она ведущая, она главная модель проекта. Я думаю, что должно было быть как с Тайрой. То есть фотографии с Аллой, это должно быть уже что-то вроде награды за что-то. То есть иметь общую фотосессию с Аллой, это должно быть чем-то вообще очень крутым и невероятным. Вот сейчас, когда Алла типа просто стала парой для Арины, вот именно что Алла стала просто парой для Арины. И поэтому как-то у меня спорные ощущения на этот счет. В их паре Алла изначально была довольно строгой, все требовало, чтобы Арина сама все сделала. Но Арина в итоге зажалась, испугалась. То, как бездушно Алла с ней общается. И поэтому у них не получалось какое-то время. Да и в целом Алла вела всю эту общую съемку. И она как бы по факту сделала Арине кадры. Ну не то, чтобы прямо Арина вообще ничего не делала, но чувствуется, что Алла, она имела больше веса в этом всем. На мой взгляд, это преимущество не очень понятное для Арины, потому что в итоге у нее, конечно, хорошие кадры. Но благодаря Алле, а не тому, что она хорошо работала вместе с другой девочкой, которая могла бы быть. Но в итоге именно у Арины с Аллой остался целый бокал, который они смогли дать Тане. И у Тани зато получился великолепнейший кадр. Итак, Арина и Алла. Мне безумно нравится Арина. В первых масштаб, то есть она лежит, ноги во все стороны. Она весь кадр занимает, она как бы королева этого кадра. Мне безумно нравится ее лицо здесь, потому что оно не такое же, как у всех. У всех был открытый рот, у всех была вот эта вот яркость, эмоции. У нее такая вот просто голливудская улыбка, но она к месту. Не слишком слабая улыбка, не слишком искусственная. Она вот как раз идеальная улыбка, потому что она как бы позирует, смотрит в камеру и такая, вот что могу. Единственное, чего мне вот прямо вот чуточку маленькую не хватает, это чтобы нога, на которой стоит бокал, была идеально прямой. Тогда это был бы просто восторг, отвал всего. Но так тоже отвал всего, но уже как бы чуть меньше восторга, чем могло бы быть. Вот такая претензия, знаете, заметка на полях, потому что очевидно, что Арине так было очень сложно. И как бы я просто думаю о том, как этот кадр посмотрелся еще эффектнее. Алла, конечно же, великолепно выглядит. Тут я вообще как бы ничего не буду говорить. И эмоции отрабатывает, и все прекрасно. Единственное, знаете, нету ног ниже колена, и от этого немножко некомфортно себя чувствуешь. Рука, которую она выставила перед собой, показывает нам, что она сама как будто бы в восторге, что Арина вот выдумала так лечь и вот задрать ногу, и что они на вечеринке. Я чувствую здесь реальный вайп тусовки, на котором вот одна девчонка решила вообще сойти с ума. Встала в березку, а вторая такая, давай поставлю бокал, налью, и я сама в шоке, что это сделала. И поэтому это крутой, реально один из лучших также кадров. Я не хочу говорить, что кадр Арины лучший, потому что он с Аллой. И Алла заведомо дает хороший результат. Поэтому у тебя, конечно, само собой будет отличный результат. Если брать в общем, то это лучший кадр, потому что Арина идеально позирует, идеальную эмоцию дала, и ассистирующая ей Алла также великолепно оттеняет, но сама тоже есть на кадре. Поэтому все целостно, и кадр он дает максимальный эффект, который мог бы дать. Если мы все-таки возьмем во внимание лучший кадр с участницами, я бы сказала, что это Вика и Ира. Хотела бы взять Таню и Марго, но Марго закрыла себе пол лица. Оттого общий кадр все-таки чуть-чуть хуже, чем у Иры с Викой, где прям вот совсем тоже все замечательно. Ну и кадр Аллы и Арины. Ну, честно, не знаю, я вот когда Алла так встала, я понимаю, что она как бы хотела показать максимально, что она может все, что она круче всех. Это я понимаю, но как-то я не знаю, если честно, поза для меня под вопросом, очень сильно под вопросом, потому что вроде круто, вроде ноги Аллы, все, внимание, вот это вот мокрые ноги в чулках. Господи, футфетишисты в восторге от этой фотосессии. Для меня этот кадр не такой крутой, потому что он меркнет немножко, казалось бы, да, Алла меркнет на фоне Арину. Но у Арины был размах, и поэтому был впечатляющий, а здесь Алла, конечно, великолепная встала в эту позу, и все хорошо, но Арина вот заняла за ней место, и в итоге потерялась, потерялась сама на кадре. Ноги Аллы тоже не выделяются, а сливаются с фоном и с Ариной. Получается, что они заняли центровую вертикаль кадра, а сбоку у нас ничего. У Аллы такое лицо, знаете, типа, хоть я и стою на голове, я уже такая пьяненькая, мне уже так хорошо, что мне вообще все равно, что происходит. И вот это настроение уже не сочетается с Ариной, у которой вообще безудержное веселье, а у Аллы просто я пьяненькая, мне хорошо. Поэтому страшно, страшно критиковать Аллу. Я боюсь, но как бы кадр Арины лучше. Может быть, Алла специально хотела, чтобы у Арины была фотография лучше, но типа все-таки оцен должен быть на участниц, а не на эксперте из жюри. Но кадр Арины самый лучший, на мой взгляд, здесь. Не только в их общей фотосессии, но и в целом во всем испытании. На этом испытание закончилось, и мы сразу же перешли к следующему, то есть практически вообще без каких-то перебивок и перерывов. Второе испытание было дефиле в парах в одной шубе весом 28 килограмм. И снова кто-то был в паре с Аллой, но в этот раз Алла выбрала сама и выбрала она Таню, интересно, кстати. Опять, да, вы чувствуете, что Таня, скорее всего, выиграет, потому что и первый раз кадр у нее крутой, раскрываться начала, и Алла ее тут уже выбрала. Прямо в этом выпуске жестко они вот сделали акцент на Тане, и это привлекает внимание. Других девочек тоже по парам распределила Алла, а они сами как было в предыдущем испытании. Спытание у нас не простое, а какое? Социальное. Ну куда ж мы без социалочки, это же самое главное. Социалочка социалочкой, а депрессия из-за того, что ты поучаствовал в этом шоу по расписанию. Разумеется, акцент нашей социалочки на том, что вещи из натурального меха это зло, и я согласна с этим, это как бы уже не обсуждается. И я высказывалась очень подробно на эту тему в одном из обзоров на выпуске модели XL первого сезона, где у них было испытание с настоящими шубами. Покупать новую шубу в 21 веке это не необходимость, это просто понты, дешевые причем понты, жалкие понты. Ничего кроме жалости ты к таким людям не испытываешь. Никакой зависти, никакого восторга, только жалость. Это точно излишество, особенно из животных, шкуры которых это даже не последствия мясной индустрии. А, например, норки, шиншиллы, которых убивают только ради шуб. Это просто безумие. Вот недавно была новость, что убили в Дании 17 миллионов норок из-за того, что они посчитали, что у них мутированный вирус, который начал предаваться людям. И они сожгли 17 миллионов животных, которых, очевидно, разводили на шубы, потому что больше норки как бы особо нигде не нужны. Я не буду давать никакую оценку на это происшествие. Я думаю, каждый сам понимает, что не так с этой историей, с этой новостью. Но это вот тот мир, в котором мы живем сейчас. Не было бы мутировавшей вируса, если бы просто не было индустрии норковых шуб. Вот и все. Хотела вообще ничего не говорить на эту тему, как обычно, высказалась на 10 минут. Итак, переходим обратно к показу. Синхронный показ белой одежды. Это вот очевидное вдохновение показам Off-White в 18-м году, где проходились Белла Хадид и Кентл Дженнер. Это вот просто один в один. И то, что короткая одежда, и белый цвет, и синхронная походка. Ну, тут уже, знаете, как бы можно говорить, что это просто совпадение. Но я думаю, новились этим показом. Но показ у нас непростой, разумеется. Ведь мы смотрим суперсезон, а не неделю моды. Поэтому это должно было быть еще и театральное представление. Разыграть надо было зависимо от темы убийства животных. У них были в костюмах такие специальные накладки с искусственной кровью. То есть они выходили в белом, синхронно должны были дойти до начала подиума в этой одной шубе. Затем как-то повзаимодействовать, лопнуть эту кровь, дойти синхронно до точки, сделать точку. Опять какое-то легкое театральное представление. Либо можно на точке было лопнуть эту искусственную кровь. И затем, в общем-то, уйти уже с осознанием, что вы убийцы животных. Театральности в целом идею перформанса на дефиле, очевидно, позаимствовали у Мюглера. Как бы прекраснейший дизайнер. Я очень-очень сильно люблю Мюглера. Я пищу буквально от всего, что он делал. Я считаю, это максимально какая-то недооцененная история в коллективном нашем сознании. В общем, если вы не знакомы с Мюглером, я настоятельно рекомендую почитать, посмотреть его показы театральные, где участвовали самые топовые модели. То есть Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелист и многие другие. Просто, мне кажется, там ходили все. Каждый его показ был как раз театральным представлением. Его показы могли идти несколько часов. Он был первый, кто как бы немножко пошатнул устоявшиеся к тому времени устои. Поэтому для меня это дефиле, это если бы Мюглер и Офф Вайт, Скендалл и Беллой встретились, и получилось бы вот что-то в таком духе. Ну и, конечно же, социалочка от нового канала. Сверху легкая приправа посыпана. Образы были крутые, впечатляющие. Полностью белая одежда, зализанные волосы, красные гипертрофированные губы, как будто очень сильно, очень сильно вышли за контур девочки. Круто синхронно шли, правда, не все, но тем не менее. Отыгрывали, ну, 50-50. Там, конечно, театральная часть немножко хромала. В общем, в одном дефиле нужно было отразить социальную тему, напомнить об убийстве животных, лопнуть кровь, отыграть театрально всю проходку и точку, тащить шубу, идти синхронно, показывать перформанс. И при этом все это должно было быть на стыке модельного и перформанса. Так что задач много. И впечатление у меня от этого дефиле такое же сумбурное, как и количество задач, которые должны были думать и держать в голове все участницы. Так что мне понравилась только одна пара. Это Ир и Кугат. Как-то у них было максимально это и синхронно, и цельно. То есть пытались, пытались прямо вот все поймать. Немножко там затупили на точке. Но это не сильно было видно и не бросалось в глаза. Но в целом у всех остальных, на мой взгляд, да, субъективный, проигрывает им двоим. Даже Алла с Таней для меня померкли на фоне Иры и Куга. Пару Ротер и Арины расхвалили так, что я думала уже все. Сейчас они обе выиграют этот проект. Сейчас их обеих уже наградят, и как бы проект закрывается на четвертой неделе. Поэтому они вообще не шли синхронно, об этом забыли. И их театральность не была уж такой, знаете, боже, такая игра, чтобы забыть о других элементах, которые тоже должны были быть во внимании участниц. Уже все не важно, ведь они обнялись. Ну и серьезно. Самый красивый момент был в конце, когда они, держая друг друга за талию, по парам прошлись синхронно по подиуму. И в конце девочки Арина и Ира несли шубу на плечах, которые заодно подмели за всеми собой пол. У меня впечатление из этого испытания супер сумбурное, потому что очень уж много всего они напихали. Третье испытание было с приглашенным судьей, с монатиком. Мне монатик очень нравится. Напишите, слушайте ли вы его. Мне кажется, он действительно очень такой свежий глоток воздуха в шоу-бизнесе. Такой человек творческий, максимально прямо творческий, не нацеленный именно на выгоду, на бизнес. У него еще ничего не поставлено на поток, чтобы это было совсем уж бездушно. Поэтому я прямо вдохновляюсь его творчеством, мне оно очень нравится. Задание было станцевать выученную заранее связку вокруг монатика в рекламном ролике и продать нам всем всякую бижутерию, какие-то странные пластиковые украшения. У меня вообще складывается ощущение, что монтажник уходит в дичайший отрыв, когда дело доходит до монтажа бэкстейджа перед съемкой. Потому что, когда девочки красят и собирают, идет самый просто безумный монтаж с постоянной сменой планов, кадров, крутой музыкой. Я реально считаю, что вот монтажник просто вот так сидит, а когда доходит до этого, он просто такой энергетик залпом выпивает и погнали просто монтировать нереально крутой. Вот каждый бэкстейдж выглядит, как будто это клип какой-то. В этом испытании, как я поняла, работу должны были оценивать по финальному кадру. То есть девочки танцевали связку вокруг монатика, оценивалось, как они с ним взаимодействуют, как в целом все это выглядит, как красивая картиночка. И в конце как-то надо было вот спозировать рядом с ним так, чтобы показать украшение на 3 секунды замереть. Но, например, показали не все финальные кадры. У Иры Майсак, Марго и Амины кадров нету. В общем-то, я их вам и показать не могу. Остальных-то мы сейчас посмотрим. Даша мне не нравится, потому что лицо не очень, украшение закрытое, не видно из-за пиджака. Монатик как будто в фотошопе вставлен, вообще непонятно ничего на этом кадре, куда смотреть и что они пытаются продать. Очень нравится Софи, считаю просто великолепным ее кадр. Безумно красивое позирование, мне нравится тень руки на ключицах. Нравится, как она взаимодействует с Монатиком и держит его вот так. Но эта шапка, боже, я не знаю, что это за шапка, почему она делает эту шапку. Но он тоже как будто прифотошоплен, очень красивый Софи. Сережки прекрасно показаны, лицо великолепное, позирование руками, просто восторг. Софи, вау, безумно красиво. Вика Рогольчук закрыла рукой сережки, и вроде классно, но знаете, рука как будто в фотошопе вставлена, не видно, то есть часть руки с той стороны. Монатик похож на чувака, который подошел на тебя боковать в клубе, и он супер пьяный, он просто стоит на тебя, смотрит стеклянными глазами. А Вика, опять же, закрыла сережки руками, и рука выглядит, знаете, рука такая из семейки Адамс, которая сама по себе ходила, и вот она тоже зашла и попозировала его с Викой вместе. У Арины, мне кажется, один из лучших кадров в этом испытании, потому что она красивейше просто спозировала лицом, великолепно смотрится, и мне очень нравится, как подчеркнуты уши особенно. И круто выглядит колье, то есть его видно, все, пожалуйста, оно оттеняется черной одеждой, и Монатик хотя бы в тему, хотя бы они обувь черным, он уже не похож на прифотошопленную фигуру. Круто, что она закрыла ему глазик один, непонятно, правда, в чем суть, но ладно уж. Как бы Монатик тоже вроде держится и пытается позировать, потому что он вообще как-то был с другими девочками, не контактировал особо. У Саши Литвин Монатика в кадре нет вообще, вот эта вот маленькая только его рука на ее плече, как-то очень странная. Хотя Саша спозировала классно, и сережки видны, все как бы здорово, работа выполнена, но Монатика в кадре нет, тогда зачем он вообще в этом испытании был. Еще немножко странно из-за перспективы выглядит рука, которую она вот к лицу поставила. Других пальцев не видно, только мизинчик, и короче как-то немножко вот странненько. Зато красивое лицо, и сережки тоже видно. У Саши оказались проблемы с почками, уже два года у нее эти проблемы, и она вот чувствовала жесткую боль в почках в момент съемки, ей было тяжело сниматься. Я думаю, кисуль, ты чего надела, это же очень страшно, болезнь почек это серьезно. Надеюсь, у нее это не развелось не из-за участия в проекте, а то в наш список ментальных заболеваний после участия в ТМПУ уже добавится еще и физически. Ну, в общем, Саша собралась, она доработала как бы съемку, кадр получился хороший, но как-то меня это, если честно, беспокоит, что теперь еще у нее тоже физические какие-то заболевания, проблемы. У Ирочки ротора, конечно, там было колечко, но это, не знаю, но кадр такой, он нейтральный, то есть это не модельное что-то, но это не совсем ужасно. Ира похожа на девушку, которая подошла к бывшему и такая, ой, смотри, что тут у меня, видал, что тут? Когда позвали замуж, и ты пошла к бывшему хвастаться, вот так, вот такое, у меня еще нет этого кадра, это забавно. Монатик тоже такой, типа, ты вообще кто это, ты чего меня трогаешь? Очень мне понравился кадр Саши Кугат, конечно же, как он не может мне понравиться. Ряд, что Монатик с ней в контакте, он держит ее за пиджак, она тоже свой пиджак держится, колье видно, прекрасное лицо, Монатик выглядывает такой, типа, ку-ку, из-за нее, из-за головы. И в целом кадр мне понравился, и тоже один из лучших, то есть Арина, София, Кугат, вот для меня это топ девочек в этом испытании. Я не поняла суть испытания, что должно было быть итоговым результатом. Нам показывали кадры, по которым вроде их оценивали, при этом вроде как суть была в съемке рекламного ролика, тогда где полноценное видео, потому что не у всех было это видео целиком, опять же, намешано там вместе всех помонтировали и нарезали, как будто какой-то салат. Хотя идея была крутая, выглядело все максимально ярко и эффектно, но я вот немножко потерялась в этом испытании. Ну и затем у нас был выгон, Арину на выгоне отругали за кадром, причем они показали ей другой кадр, не тот, который вот нам дали в сети, который реально фантастически крутой. Они ей дали другой кадр и стали оценивать ее по нему, и это вообще мне непонятно, почему другой кадр, почему по этому. Поэтому кадр реально стрёмный и гораздо хуже того. Я не хочу его оценивать, потому что, очевидно, это не тот кадр, который нам дали, и он хуже, чем тот, который нам дали, поэтому какой-то бред, если честно, ну как обычно. Я вам отвечаю, Арина – самая яркая девчуля проекта. Вот она реально делает шоу, она понимает, что от нее этого ждут, и она на максимум это дает, но это не так жестко, как было у Кати и ХТЗ. То есть она именно отыгрывает такую высокомерную бейли, которая говорит много английских слов, которые вам непонятны, и все такое, чтобы все психовали. Там я уже видела комментарии, типа, ты кто такая, чтобы нам такое оговорить? Ну, она отрабатывает это на все 100%. Комменты в синхронах она дает огненные, вроде никого не обидела, но как бы себя возвысило, это не так жестко, как, например, делает Литвин, который именно пытается как-то поддеть, оскорбить девочку другую в синхронах. Так что присмотритесь Карине, и не думайте, что она вот прям такая высокомерная какая-то дрянь, она просто тонко чувствует, что от нее хотят, и она как бы полноценно нам это дает. Таню опять расхвалили, начала раскрываться все вот это вот, что мы обсуждали с вами ранее, но меня больше прикололо, когда Монатик подарил ей бусики, как вот самое лучшее в испытании. Хотя забыла про Таню, у меня же еще кадр Тани был, почему-то я его пропустила. Кадр Тани мне нравится, и она должна была показывать бусики, и их не видно вообще за этим пиджаком, но при этом мне очень нравится ее эмоция в кадре, мне очень нравится взаимодействие с Монатиком, который тоже держит ее за руку, и сам Монатик наконец-то с помощью надо позировать, поэтому кадр тоже хороший. Например, Куга, Тарина и Софи для меня все равно лучше, чем Таня, но этот кадр называли лучше, то есть вот эту работу Тани называли лучшей на этом испытании с Монатиком. И, в общем-то, он подарил ей вот эти вот пластиковые бусики, посмотрите, пожалуйста, просто на ее реакцию, когда ей их подарили. Ты моя зая, ты заслуживаешь, чтобы тебе дарили кортье, булгари, да хотя бы Тиффани. Ирочку Роттер хвалили все, кроме Никитюка, который был максимально просто агрессивный и злой в этом испытании. Такое ощущение, что в предыдущей серии он просто бахнул в пельмени и просто сидел такой, а в этом испытании он уже голодный, пельмени не было, поэтому он просто начал всех разносить. А что происходит? Вы что, его на колеса посадили? Что с Никитиком произошло? Все хвалили Иру Роттер, то есть о выгоне речи не идет, Ира держится, очень уверенно идет вперед, я прям восхищаюсь, ей такая, она молодец, крутышка. Последняя двойка у нас это Даша и Марго. Ну, я согласна с тем, что Марго, потому что ее работа была совсем уж какая-то никакая на этой неделе. Ну и Дашу, в общем-то, тоже. Выгнали Дашу. Ну, как бы я не буду тянуть, да, выгнали Дашу, все были в шоке, мне многие писали комментарии, боже, ты видела, что выгнали Дашу. Все просто шокированы в комментариях в инстаграме нового канала, как они могли, и все участницы тоже не понимали, как такое возможно, почему Дашу выгнали, она же ей некий тючка и самая крутая и так далее. Но, но, я не могу с вами всеми согласиться. Мне кажется, ее выгон, он довольно органичный, потому что Даша, ей как будто не нужен этот проект, она вообще не напрягалась в нем от слова совсем. Ей не нужно ничего доказывать и там выгрызать эту победу, которую она не получила в своем сезоне. У нее есть работа, она востребована, у нее все замечательно в модеринге, поэтому я думаю, что Даша как бы просто не вперлась здесь напрягаться. И я вообще думаю, что Никитюк ее как бы подтолкнул к участию, возможно, настаивал, но не то, чтобы она прям такая, ой, новый сезон All Stars, я обязательно иду, обязательно доказывать что-то кому-то. Нет, это вообще не про нее. Как она в принципе флегматичная, а не взрывная и огненная, как некоторые другие наши участницы, ей просто не нужна эта победа. Видно просто, что Даше было скучно и как-то ей не хотелось тут быть, поэтому в итоге ее выгодно. И опять же, я повторюсь, органически. По знаку Зодиака она телец, как бы зачем ей эти соревнования, если ей нужен только тел и вкусная еда, поэтому, по-моему, все очень и очень понятно. Так что я не знаю, чем все возмущены или удивлены. Уход Даши это было дело времени. За эти выпуски я ее вообще не запомнила, не обращала внимания. Приятно было ее увидеть, посмотреть, что у нее все клево, хорошо, что у нее есть работа, классная, она как бы востребованная, но не более. Так что ушла и так должно было быть. С выгодным я согласен. Ну и сегодня это все. Пишите в комментарии, как вам этот выпуск, что вам понравилось, что нет, согласны ли вы с уходом Даши, что вы думаете про все эти испытания, показалось ли вам тоже, что они сумбурные какие-то, непонятные. Как вы думаете, подтвердятся ли случаи, что Таня выиграла? Если вы знаете, если вы прямо видели какое-то достоверное подтверждение, не надо об этом писать. Мы обсуждаем именно слухи. Если вы прямо на 100% знаете, у вас есть какое-то доказательство, не надо его ни скидывать, ни показывать, ни писать об этом. Мы не хотим никаких спойлеров. Я на основе выпуска предположила, что Таню начали как бы раскрывать, чтобы в конце ее победа была объяснима. Выпуск был интересный, много событий, насыщенный, яркий, целых три испытания, это довольно много. Еще и в начале вот эта вот тема с мужем Дрофеевой. Скандалов у нас не было, истерик у нас не было, ничего вот этого спорного. То, про что у меня есть целое отдельное видео про скандалы топ-модель по-украински. Поэтому мне было приятно посмотреть просто на обычный модельный крутой выпуск. Спасибо большое на этом. А всем вам большое спасибо за просмотр. Сначала как спас это видео, потому что вы его не отжали, поставив в начале. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы у нас было наконец-то 10 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на мой инстаграм, на телеграм-канал, где я делаю опросы, касающиеся в этот канал. Я пишу всякие заметки на разные хайповые темы. Также у меня сейчас выходят обзоры на модель XL, которые идут на канале You. Тоже посмотрите, ознакомьтесь. Шоу очень красочное и интересное. Ничем не хуже топ-модель по-украински. Может в чем-то даже лучше. До скорой встречи в следующем видео. Пока.